Венецианский пеналь Венецианский пеналь, который делал непосредственно сами страны. Я патриот своей страны. Русский павильон был сделан на очень хорошем качественном уровне. Я безумно люблю работы Гриши Брускина. Для меня команда «Ресайкл» одни из самых популярных и правильных ребят современных художников, которых достойно показывать где угодно. Венецианский пеналь, который делал не только на территории, но и в любой стране. Я думаю, что их выставки будут проходить на ура. Саша Пивоварова, конечно, тоже молодец. Хотя, если честно, я признаюсь, у меня не было достаточного количества времени посмотреть ее видео полностью. Но тот кусочек, который я видела, он был очень свежий, оригинален и с глубоким правильным посылом. Да, безусловно, я видела павильон азербайджанский. Также очень здорово, что они открыли его совершенно в другой части города, в отличие от всех павильонов. Было очень приятно прогуляться до них. Мне очень понравилось, что они использовали натуральные инструменты музыкальные по всему павильону. То есть, вначале ты когда заходишь, там какая-то такая идет видеоряд из букв, и получается, что по тебе идет текст, ложится текст, история каждого героя. Ты проходишь через эту историю, как бы пронося себя через историю определенных людей. И заходишь, поднимаешься на второй этаж, и там инсталляции с музыкальными инструментами, что тоже очень здорово. Потому что я в свое время училась в музыкальной школе, и я, в принципе, люблю все струнные, то у меня это очень близкая тема. Это на самом деле очень трудно, потому что я воспитывалась мамой, которая русская и глубоко верующий человек, а при этом дедушка у меня перс и мусульманин. И для меня это всегда было какое-то два таких противоборствующих во мне начала, женское, мужское, мама, папа, восток и как-то и запад. И в какой-то момент вот это все боролось-боролось, я не могла принять в себе какие-то моменты. И в какой-то момент, да, я поняла, что это есть моя кровь, это мои родственники, и это так здорово, что они абсолютно разные, что они в чем-то не сходятся, но в чем-то они сошлись, наоборот, и получились там мы, мама с папой. И, знаете, мне кажется, это очень важно, ценить, уважать и почитать свои корни. Не важно того, откуда ты пришел, потому что мы – это наши предки, это наши корни. Если ты не чтишь своих предков, ты неуважительно относишься к своим родителям или к родственникам, да, это значит, что ты что-то не принимаешь самому на себе. А для меня, конечно, очень важно, что в моей семье, что удивительно, что в моей семье каждый человек, он яркий, индивидуальный, то есть, что взять дедушку, который бежал из Ирана в свое время, когда ему было 13 лет всего, он выучил русский язык, он ужернился на русской девушке. То есть, настолько углубиться, да, в эту историю, взять мою бабушку, которая смогла вот в советское время, да, выйти замуж за человека, который абсолютно был не принят изначально в Советском Союзе как таковой, и потом он только реализовывался, стал известным конструктором, у него там куча каких-то патентов разных, благодарственных от главных первых лиц страны, на тот момент еще Советского Союза, то есть он выдающийся, великий человек в рамках всей страны, стал, улучшив язык. Если переложить на русский, то в персидском мире аскер — это воин, а аскерей — это воин начальник, то бишь я, соответственно, такого рода воинственная женщина, хотя я с годами все меньше и меньше в себе это чувствую, я просто, ну, наверное, научилась усмирять вот этот вот огонь, когда нужно, эта искра переходит в огонь, а когда не нужно, она остается таким подконтрольным огоньком, который всегда есть, но спокойно. Вот да, вот да. Знаете, у меня, мне так повезло по жизни, меня окружают всегда очень интересные, яркие и глубокие личности, и Айдана Залахова, она одна из этих людей, которые меня вдохновляют, она вдохновляет, понятно, не только меня, и миллионы, но я безумно ей благодарна за ту поддержку, за ту веру, в которую она мне оказала. В свое время, когда мы с ней только познакомились, она делала выставку как раз в МОМО, я пришла на эту выставку, уже лично с ней познакомилась, потому что, безусловно, творчество Айдана Залахова увлекалось до этого, но лично мы с ней познакомились только на выставке ее в музее. И Айдан я очень люблю, и, конечно, она потрясающая личность. Мы, когда я с ней познакомилась, я хотела, чтобы она сделала проект для журнала SNC, мы долго это обсуждали с Ксюшей Собчак, и в какой-то момент Айдан говорит, а почему я должна фотографировать модели? Я согласна на проект, мы сделаем это не так провокационно, как я это обычно делаю, будет все красиво, для журнала будет замечательно, почему я должна снимать модели, когда у меня есть ты, я на тебя смотрю, и я не хочу не брать никого другого. Я стою и говорю, ну, понимаешь, я вот наоборот от модельного бизнеса хочу уходить, мне очень нравится искусство, я в журналистике, я там главный редактор на сайте, давай что-то, ну, как-то, она говорит, нет, либо мы делаем проект с тобой, и ты в главной роли этого проекта, либо, как бы, наверное, тогда не получится. И, конечно, я была вынуждена согласиться, хотя для меня это была большая честь, работать с ней. Она, помимо того, что она, конечно, уникальный человек, она еще необыкновенно умеет организовать вот пространство вокруг себя, вот это ее бешеная энергетика, когда просто вот вся съемочная площадка, они смотрят на нее, они ловят, вот ей не нужно говорить, мы все видели, знали, что она от нас хочет. То есть вот весь съемочный день, вернее, ночь мы снимали ночью, это все было как-то настолько ровно, настолько позитивно, и при этом вот мы все были в этом процессе, вот мы понимали, что каждый из нас вот очень важный винтик в этой машинке, и каждый выполнял свою функцию, при этом получая неимоверное удовольствие. Вот, проект состоялся, вышел в СНС, потом мы сделали большое мероприятие на винзаводе, а сейчас, ну, мы с Айдан, правда, регулярно видимся, это не то, что мы там, я не всегда выкладываю в Инстаграм, не то, что происходит в моей жизни. Вот, последний раз, когда я видела с Айдан, да, действительно, мы хотим сделать совместный новый проект, и так как всем известно, что сейчас она очень активно занялась скульптурой и живет уже, в принципе, почти между Италией и Москвой, потому что в Италии, в Караре она работает с мрамором, и вот, я мрамор обожаю, я фанат скульптур, для меня это очень важно, вы как могли увидеть, то есть скульптура, в принципе, даже в моем маленьком помещении, я все равно найду место, куда поставить скульптуру. Вот, и может быть, у нас получится что-то вот с мрамором, и, да, в новом проекции танцевала. Мы посмотрим, это трудно, потому что работа с фотографией, это одна история, достаточно быстрая, и, скажем так, не настолько энергозатратная мрамор, это камень веков, да, порода, которая, ну, благородная очень, и ответственность перед этим мрамором большая. У меня в галерее, то есть в онлайн-проекте больше ста художников, они из территории России, из, у нас есть и украинские художники, то есть, я считаю, искусство, оно вообще больше политики. У нас есть художники из Минска, я, кстати, активно рассмотрю сейчас художников из Баку, потому что мне очень нравится ваша самобытная подача и вот эта экспрессия, которая присутствует в ваших художниках. И, ну, на данный момент, да, вот более ста художников в онлайн-проекте, а в самой Аскери-галере мы сотрудничаем на эксклюзиве, и у меня сейчас там шесть художников. Из них два, которые зарубежные, это Анна Дакарбучи, фотограф, которому делал выставку в новом июне, и роман-проекте француз, которого привозила в прошлом году в Москву, и который сделал оформление весны на Новом Арбате. Французский стрит-арт-художник, очень яркий, востребованный во всем мире, и мне очень приятно, что его приняли в России также. Вот, из русских художников у нас там есть Никита Макаров, у нас есть Андрей Ремнев со своей графикой, у нас есть Дарья Котверова, и у нас есть Павел Болянский, который в свое время был художником Мойдана Салаховой, и когда Айдан закрыла свою галерею, я просто сочла своим долгом взять несколько художников, потому что он действительно воспитал очень талантливых, очень ярких художников, и делаю совместные проекты с большими командами, как Боско. Сейчас мы ведем переговоры с Крокусом, с Агаларовыми, и это тоже, ну, занимает большое количество времени, и как если ты делаешь проекты такого масштаба, то ты хочешь сделать настолько запоминающимися, чтобы это было заметно и через несколько лет, то есть и помнилось такими. И, ну, вот, в данном моменте мы делаем выставку у Алексея Доклякова, моего хорошего друга-фотографа, и мне очень приятно, что это фотограф, который снимает много для российского глянца. Думаю, что если говорить, например, про межмемородные выставки, я объехала практически все выставки за прошлый год, вот так, чтобы прям понимать, что происходит сейчас, я была и на арт-базле в Майами, и на Тефафе, и на Фризе, и на арт-Париж, и арт-базле Гонконг. Я могу сказать, что мне безумно понравился арт-базле в Гонконге, потому что если в Майами уже состоялась какая-то тусовка, и все люди туда приезжают именно за времяпрепровождением, а не за искусством, то в Китае, например, они жадные до искусства, они жадные до имена, да, но при этом они жадные до картинки, они жадные до информации, и это чувствуется, потому что то, что галеристы привозят на эту выставку, например, мне гораздо больше понравилось, чем в других странах, хотя и в Лондоне на Фризе очень хорошо было, и я считаю, конечно, в Нью-Йорке, если ты хочешь понять, что это про современное искусство, надо лететь в Нью-Йорк, но основное, я думаю, что нужно обязательно всем ходить по музеям, потому что вот эта насмотренность, она как какой-то вот как... Ты складываешь как пирожок, сначала один слой, потом второй, как вот слоеный пирожок, да, и вот эта насмотренность тебе позволяет постоянно просто расти и развиваться, и это очень важно, потому что если ты не ходишь по музеям, то ты не можешь говорить про искусство в полной мере так, потому что именно музей дает возможность как-то понять и раскрыть их. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова